Два новых арт-объекта появились в центре Нарьинмара. Портреты и строчки знаменитых северных поэтов, написанные на кирпичных стенах, вызывают интерес у всех прохожих. Если когда-то стрит-арт считался незаконным творчеством, то данные работы – это хорошо продуманные на эскизе картины двух художников из Санкт-Петербурга. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. Центр города. На прохожих будто с фотографий смотрят Пичков, Евтысы и Литков. Даже торопливый шаг здесь замедляется, а взгляд впивается в строки стихотворений. Имею некоторые отношения к авторам «Молитоза Полярия» и очень рада тому, что пропагандируется их творчество, мне популяризируется. Это очень хорошо. Главное, чтобы это было так вот красиво, эстетично, чисто. А так это здорово. Я очень хорошо отношусь. И я, честно говоря, бы еще, может быть, ну не знаю, такой совет. Очень классно было бы, если вот на таких пустых площадях еще картины можно было бы, которые известны, узнаваемые по Ненецкому округу, ненецких художников, да, или художников, которые рисовали Ненецкий округ, тоже можно было бы делать такие проекции. Было бы очень классно. Супер положительно, очень хорошо. Стихи вот и читаю нашего поэта. Красота. Молодцы, что придумали. Молодцы. Олежки бегут. Надо бы вот как-то побольше, чтобы это было. Это вообще, оно очень влияет на воспитание детей. Вот эти другие краски, на настроение, это же огромное дело. Надо больше таких мест однозначно. Очень здорово они сделали. Очень классно, потому что совместили исторические элементы, элементы памяти, запечатлели это все в стрит-арте. Я считаю, что это по-новому смотрится. Естественно, лучше, нежели кирпичные белые стены непонятных вагончиков. И надо делать больше. Это однозначно. Яркие арт-объекты – дело рук двух Денисов. Ребят из питерской команды профессиональных художников «Роксарт». Один из них, Денис Кочетыгов, рисует в команде около трех лет. За это время на его счету огромное количество работ. Самое интересное, ну, можно сказать, про объекты, которые мы делали за границей. Это самое интересное по ощущениям, ну, и по объемам. Масштабные самые проекты. Это в Саудовской Аравии мы делали проект, в Барселоне, в Амстердаме. После такого послужного списка Нарьенмар в нем как будто теряется. Но именно здесь работа ребят приобретает особенный смысл. Не привыкшие к художественному оформлению города, прохожие буквально завалили Денисов вопросами. Постоянно. Каждую минуту. Да, ну, видимо, для людей это что-то новое. Они этого не видели. И поэтому каждый подходит, интересуется, спрашивает. Но у всех позитивные эмоции, насколько мне показалось. И приятно слышать это все. Идея этого проекта зародилась у Департамента финансов и экономики Нинецкого округа. А к ней подключились предприниматели и участники туристического кластера. Ресторан «Фрегат в Пустозерске» и «Рестабар Кочевник». К чести и хвала, кому пришла в голову эта идея. Немножко разукрасить наш город, добавить сюда красок. Это просто необходимо, потому что мы... Ну, город северный. Понятно, что не хватает нам яркости, такой вот какой-то праздничности. И вот эти два объекта, раньше эти домики стояли, никто их не замечал. Что это, как. А теперь всем бросается в глаза. У творчества нет границ. Поэтому в работе используются те материалы и техники, которые только можно придумать. Вообще очень много инструментов. Можно кто-то шпателем даже мажет, кистью, валиком. Кто-то с огнетушителя задувает стены. Кто-то мажет их клеем, клеит к ним постеры. То есть много инструментов. Баллоном тоже можно, по трафарету, от руки по-разному. Ну, кэпы-то. Ну, то есть вообще много. Хоть ботинком машет. Но в Нарьинмаре ребята работали именно баллонами. Правда, как это часто бывает в отдалённых регионах, подвела логистика. И Денисам пришлось ждать краску целых две недели. Дабы не терять времени зря, ребята вызвались расписать входную группу Центра арктического туризма. С материалами помогли и местные художники. Тут активно принимали участие вообще все стороны. Это как и участники того проекта, Центра развития бизнеса и сотрудники Департамента финансов. То есть это всё согласовано дальше уже потом с кому принадлежат эти объекты. Вот с участниками проекта, с представителями, получается, и с родственниками поэтов, чьи стихи и портреты нанесены на этих объектах. И все как один говорят, жителям Заполярья просто необходимы яркие краски в зимнее время. Ведь порой один луч света, одно доброе слово может привести человека в чувство и подарить веру в завтрашний день.